чаще всего мы обсуждаем один и тот же вопрос моими друзьями по телефону мне звонят или так встречаемся когда этот бардак закончится когда это все уйдет я так говорю ребята он сам не уйдет путин сам не уйдет потому что для него уход равносилен потери свободы для него уход равносилен тому что завтра он может оказаться на скамье ему нельзя уходить равно как и его окружению нам нужно всем продраться через этот период вот просто протиснуться просто представьте себе бурелом чищебу болото вы идете продираетесь бездорожье я говорю о безработице сейчас большое количество безработных мои друзья мои знакомые теряют работу сокращают по 60 человек никто не о чем не спрашивает вот нужно просто прожить этот период нужно сберечь себя ваши мозги ваши навыки ваша энергия на еще очень очень пригодится она очень пригодится для восстановления страны каждый из вас очень важен для государства для будущего не нужно допустить того чтобы сапог омоновца пробил вашу голову если вы чувствуете в себе силы выйти на одиночный пикет пожалуйста никто не говорит этого не делать чувствуете надо идти если вы чувствуете в себе силы сопротивляться в интернете записывать ролики делиться комментариями разъяснять это своему окружению это нужно делать то есть каждый человек на своем уровне должен я считаю должен это делать обязательно как я и раньше говорил на другом youtube канале обязательно участвуйте в согласованных акциях протеста кто бы как к этому одни относился у меня тоже не совсем однозначные отношения но это лучше меня вот недавно спросил мой знакомый олег я не вижу людей на улицах я не вижу одни трупаки простите за выражение одни дохлая какая-то биомасса я групп стоп джейн я не согласен с тобой посети хотя бы один митинг хотя бы на один митинг сходи и ты увидишь какое количество единомышленников вокруг тебя это совершенно другая энергетика это абсолютно другие люди и порой раз в год посетить вот этот митинг митинг и этого заряда хватает на то чтобы это дало тебя энергии на предстоящие действия что касается ухода лидера как я уже сказал этого не произойдет по моим оценкам нужно быть реалистами то есть вероятнее всего человек настроен на бесконечно но в его случае там он определяет для себя какие-то рубежи благоприятный сценарий естественно в том что человек любой человек он стареет он устает любой человек на земле нет еще не придумано еще эликсира молодость хотя многие правители именно этим и занимались то есть пытались как-то пробить свою молодость бодрость и так далее на нашей стороне время вот это самый сильный сторонник на нашей стороне время неблагоприятный сценарий 36 год но это неизбежно произойдет вот просто поймите что нужно сохранить себя для того чтобы после этого сумрака после этого не могу подобрать такое правильное правильное слово цензурное после вот этого беспредела который мы видим абсолютной анархии обязательно наступит время быстрого энергичного подъема и вот тогда ваши мозги пригодятся тогда пригодится ваша энергия ваша ответственность ваше желание восстанавливать это очень важно а что касается так хорошо что это в записи мне 42 года у меня есть дети и я обращаюсь к своим одногодкам либо тем к тем людям у которых есть дети подростки подрастать да и неважно даже маленькие дети вот для них нужно сохранить себя понимаете власть только и ждет того момента чтобы кто-то из нас сделал неосторожное действие его можно было сразу упаковать и все упаковать покалечить там сломать судьбу и так далее не нужно идти с вилами на танки наша нынешняя ситуация как раз таки и есть танки и есть люди с вилами пока этого не нужно не нужен кавалерийский наскок на железную армаду вот это не нужно нужно включать мозг нужно быть мудрее немножко я понимаю хочется быстро хочется вчера уже чтобы это произошло но ребята не нужно неосторожных действий сам путин говорил что я вот приведу эту цитату лучше вы сами это посмотрите выбор должен быть всегда в пользу справедливости и против всякой лыжи и шантажа и вранья если вот так вот по жизни идти то в конечном итоге в долгую всегда выигрываешь то есть люди всегда выигрывают в долгую нужно грамотно ежедневно выстраивать свою политику таким образом выстраивать свою повседневную жизнь